В Якутском перинатальном центре сегодня начался монтаж оборудования. Современную технику доставили на объект, и рабочие приступают к ее установке. Сейчас в будущем центре находится наш корреспондент Саргалана Захарова. Она с нами на прямой связи. Саргалана, добрый день. И первый же вопрос, начался ли монтаж? Если да, то как проходит процесс установки? Если нет, то когда начнутся работы? Да, Павел, добрый день. Сейчас, да, уже идут работы по установке оборудования. Сейчас мы находимся в операционном блоке, где установка нового оборудования уже практически завершена. Здесь находится операционный стол, здесь находится оборудование для экстренной помощи маме и новорожденному, а также столик неонатологии. Павел? Саргалана, ранее сообщалось, что перинатальный центр должны открыть в конце этого года. Не изменились ли сроки? А если изменились, то когда ожидать открытия? Да, на самом деле так оно и было. И я думаю, этот вопрос можно задать сейчас. Вот как раз рядом со мной находится заместитель министра здравоохранения Людмила Вербицкая. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Не изменятся ли сроки сдачи объекта перинатального центра? Нет, сегодня все идет по плану в рамках того графика, который был и предусмотрен. Поэтому сроки мы выдерживаем, выдерживают строители достаточно серьезно свои сроки. Поэтому перинатальный центр будет сдан в те сроки, которые определены в конце 2017 года, в декабре. Получается, тогда уже со следующего года здесь появятся первые дети? Да, конечно. И мы предполагаем, что строительная часть заканчивается в декабре 2017 года. И в это же время идет процесс получения лицензии. И лечебная помощь будет оказана, организована уже в начале 2018 года. Ну, раз уж мы сейчас находимся в операционном блоке, где уже установили новое оборудование, расскажите, пожалуйста, чем оно лучше уже стоящих здесь в других медицинских учреждениях? Ну, однозначно, операционное – это всегда сердце любого медицинского учреждения. И вот это операционное, это сердце перинатального центра. Здесь уже установлено и работает, вы слышите, вот сигналы медицинского оборудования. Это оборудование, которое поставлено высокотехнологичное и современное. Я должна сказать, что оборудование поставлено в рамках указа и поручений президента Российской Федерации. То есть идет импортозамещение. Вот здесь уникальные аппараты, которые, по сути, ставятся впервые в перинатальных центрах. Единственное с целью для обеспечения более серьезных операций стоит импортный аппарат ИВЛ Гамильтон. И сегодня, конечно, то оборудование, которое есть, оно испытано. Это совершенно современнейшее оборудование, которое имеется на сегодняшний день в Российской Федерации. Спасибо большое, Людмила Ильясовна. Павел. Спасибо, Саргалана. Действительно хорошие новости. Открытие центра ждут все жители республики. Я напомню, что на прямой связи из будущего якутского перинатального центра с нами была наш корреспондент Саргалана Захарова.